Ну что друзья, так и не дали мы немного отдохнуть вам. Группа Волощука СД вновь отправляется в поход. На этот раз летим в Арабию, уж вы не обессудьте. Будем рассказывать, как там народ в Арабии живет. А заодно мы очень честно вам расскажем, как привечают там русских туристов и рок-звезд. Чем кормят, поят, на что спать кладут, мы все покажем. И развлекают чем и как, докладывать вам будем прям с колес. Ну вот, уважаемые любители рок-музыки, кофейку в клубном лаунже мы попили. Про главную привилегию королей я вам рассказал. И теперь мы с вами поедем туда, где эти самые местные короли и одеваются. То есть поедем на их местный черкизон. Он, правда, у них немного по-другому называется. Emirates Mall. Вот так вот загадочно, по-восточному. Но даже не зная арабского языка, всем понятно, что Mall это торговый центр. А Emirates, производное от слова эмир. То есть это именно то самое место, куда проезжают эмиры, короли по-ихнему. А также их ближайшие родственники, шейхи. С многочисленными членами своих семей, чтобы модно приодеться. Для справки. В Объединенных Арабских Эмиратах порядка 1200 шейхов. Титул этот невыборный. Он не продается и не покупается. Его получают только при рождении члены королевской семьи. Ну а с членами семей этих небожителей здесь десятки тысяч. Поэтому им и нужен такой особый черкизон, куда они могут приехать на шоппинг. А заодно поразвлекаться и перекусить в различных прекрасных ресторанах. И даже при желании покататься на лыжах, санках или сноубордах. Ведь в этом Эмирейт Смолле есть даже небольшой горнолыжный курортиц. Курортиц хоть и небольшой, но настоящий. Со снегом, елками, трассами и подъемниками. Забавная такая штукенция. За прозрачным стеклом. На улице плюс 40, а там за стеклом минус 10. И в Домбайне надо. Вот такой у них тут королевский черкизон. Ну а рок-группа Волощука СД это же короли русского нового хард-рока. Поэтому, ну куда нам еще ехать одеваться, как не в королевский черкизон. То есть в Эмирейт Смол. И дорога наша туда лежит в начале по насыпному листу пальмы в Персидском заливе. На котором расположен наш отель. Джумейра Забль Сарай. С прекрасным видом и на Персидский залив, и на сам город Дубай. По дороге мы проезжаем и мимо других прекрасных отелей. Но особое внимание в вечернее время привлекает отель Кемпинский. Со светящимися зелеными восточными куполами. Отели Кемпинский это немецкая сеть отелей высшего класса. Как впрочем и Джумейра, в котором мы живем. Это тоже сеть отелей высшего класса. Только это арабская сеть. Интересно конечно же было бы побывать в этом немецком отеле. Чтобы сравнить с арабским. Надеемся, что рок-группа Волщука СД доберется когда-нибудь и до Кемпински с зелеными куполочками. И еще по пути в Emirates Mall мы конечно же едем и по прекрасному вечернему Дубаю. Напомню всем, что этот большой и очень современный город с двумя с половиной миллионами жителей. С небоскребами, парками, торговыми центрами, ресторанами, насыпными островами, крупным аэропортом, прекрасными дорогами. В общем, со всеми достижениями цивилизации был построен в основном за 20 лет. Темпы и размах строительства конечно же удивляют любого человека. Ну все, подъехали к Emirates Mall. Вот вы, уважаемые любители рок-музыки, наверняка думали, что я шутил, говоря, что сюда на шопинг съезжаются шейхи. Так вот оно и наглядное подтверждение. Сразу же на подъезде к входу в Emirates Mall. Тут тебе и Роллс-Ройсы, и Бентли, и Мазерати, и Бугатти, и Ламборгини, и так далее, и тому подобное. Range Rover Vogue смотрится на их фоне, как повозка велорикши. А вы говорите, что шейхи на Черкезон не ездят. Ездят, как миленькие, а куда им деваться, если сюда даже такие русские рок-звезды не брезгуют заехать, как Волощук СД. Уважаемые любители рок-музыки, мы приехали на шопинг в один из их самых крупных торговых центров. У них два их, самых крупных. Это Дубай, тот самый большой, и вот этот Emirates. Видите, все поражает роскошью, богатством и красотой. Потому что они приглашают сюда самых лучших итальянских дизайнеров, британских, американских строителей. И они им тут делают красоту за их денежки. Вот так делают, ребята. Вон, видите, внизу не греческие кентавры, а тут такие, видите, совместные с какими-то рыбами, с русалками. Лошади-русалки, там кентавры, а тут лошади-русалки. Но симпатично, гляньте. То есть с огоньком, с выдумкой работали дизайнеры. Придумали новое животное. Вот так и мы с вами, уважаемые рокеры, должны работать с огоньком, с творческим и придумывать всякую сячину. Но не слишком отрываться от земли. Вот так. Сейчас пройдемся. Но я хочу найти какую-нибудь экзотику арабскую для себя. Знаете, для чего? А потому что у меня, уважаемый любитель рок-музыки, возникла идея. Сочинить здесь песню на восточные мотивы. И не просто сочинить, а даже ее здесь напеть, снять видео всякие, а потом быстренько вернуться в Москву, в студии все это доработать и через денек показать вам клип. Так что, уважаемые любители рок-музыки и особенно уважаемые любители хэви-метал, попса, репа, шансона, я вам продемонстрирую, как работать надо в этой сфере профессионально. Не раз в полгода песню сочинять, а вот так вот приехал, увидел и победил. То есть увидел, купил тут себе аксессуарчики новые, потом взял, быстренько сочинил слова, музыку, потом прошелся натурных съемок, сделал побольше, вернулся быстро в Москву, в студию, сел, быстро все обработал, доиграл вместе со членами группы. Саранжировали, сняли клип, ну вернее, сложили его в кучу с натурными съемками. И через денек выложили вам готовую музыкальную продукцию. Вот так вот мы действуем обычно. Это я вам опять секреты раскрываю, как мы делаем музыку быстро. Вот так вот. Вот так вот. Вот это как? Да. Вот это? Да. Да. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Да. Да. Rock and roll. Уважаемые любители рок-музыки, готовимся к новому клипу Rock and roll forever! Рок-группа Волочук СД остается чемпионом! We are the champions, my friend! 1 young man! U-U-U-U-U-U-U-U! Не зря приехали… Уважаемые любители rock-музыки! Не зря мы приехали! вымирает small тут прекрасные люди подобрали нам все самый праздничный наряд потому что они сказали для русских людей все самое лучшее поэтому самый праздничный белый наряд я просил черный честно скажу но они говорят вы не понимаете ничего вы не понимаете самое лучшее это белая сама праздничная на а вы говорите что мы тут ничего не найдем все нашли все нашли все готовы к съемкам клипа ну что продолжу свой рассказ про эмирает small с наглядной демонстрации его торгово-развлекательного размаха и красоты проще сказать кого и чего здесь нет из мира моды чем перечислять всемирно известные бренды и знаменитые фамилии представлены все и все в том числе и масса развлечений помимо горнолыжного курорта есть и кинотеатры и детские развлекательные комплексы и парикмахерские салоны красоты также есть множество ресторанов на любой вкус и кошелек от самых демократичных до именитых мы как настоящие рокеры а рокеры как вы знаете люди очень демократичные перекусили в недорогом арабском ресторанчике на первом этаже но должен отметить что и там все свежо и вкусно я вообще хотел бы отметить качественный подход у них ко всему что продается в подобных магазинах я интересовался этим специально и узнал что оказывается у них очень серьезное наказание за продажу контрафакта контрабанды и подделок думаю что это одна из самых главных причин того что в продаже только качественные неподдельные оригинальные товары и я вернусь к размаху и красоте отделки и дизайна эмирейтс вот наши люди тоже научились делать прекрасные торгово-развлекательные центры мы русские люди вообще очень быстро учимся всему и хорошему и плохому к сожалению нам только дай немного воли так мы всех догоним перегоним и переплюнем во всем вот сейчас мы освоили гиперзвук первыми в мире но кто теперь быстрее нас может доставить ядерные боеголовки к месту назначения правильно никто тут мы перегнали всех и я без шуток очень этому рад гордость испытываю за нашу державу из-за наших ученых и изобретателей мы с вами можем теперь спать немного спокойней а вот по торговым центром мы конечно арабам немного проигрываем и я скажу в чем наши торговые центры очень утилитарные любой клочок площади приспособлен и сдается в аренду под торговая площадь у них же если вы обратили внимание огромное площади отведены под общественное прогулочное не торговое пространство то есть отведены под красоту и конечно же наши торговые центры не могут похвастаться такой дорогой отделкой и это объяснимо у них ввп на душу населения в три раза больше чем у нас они могут себе позволить мы пока накапливаем богатство поэтому используем с выгодой каждую возможность и каждый метр площади и правильно делаем но зато у нас торговых центрах не сказал бы что слишком плотно но все же есть лавочки где можно присесть и отдохнуть полюбоваться окружающим миром и подождать пока твои женщины делают покупки здесь лавок нет вообще только в местах общественного питания вот он звериный оскал арабского капитализма не мытьем так катанием загоняют всех в рестораны и кафе чтобы люди особенно туристы оставляли там кровью и потом заработанные деньги ну что уважаемые любители рок-музыки по эмирейтс молу мы погуляли сколько смогли обошли его обойти невозможно за день поэтому и немножко погуляли кое-что прикупили особенно клавишницы рук группа волчак sd тут с каких-то набрали себе обновок потому что она без них как невозможно жить на белом свете особенно женщина мужики такие ладно те могут а женщинам надо поэтому обновочки взяли и я хочу сказать следующих вот казалось бы вот смотрите здесь одни бутики шанель канале живанши то там еще дольче габбана джорджа армани а так как их тут очень много стала маккартни тут того только нет то они сами себе сбиваются и цена у них достаточно здесь демократии вот вот это а вот это я хочу вам сказать такой прикол на вроде бутиковая одежда цены демократичные и это мне понравилось ну а себе я купил нарядик обновочку конечно я вам показывал арабскую потому что но нужно какой-то колорит привести из этой страны и я еще надеюсь что я здесь куплю себе хорошую гитару вот-вот надежда мне есть такая правда в этом магазине хороших инструментов нет но есть тут мне сказали хороший гитарный магазин вот туда мы может быть съездим а может быть они мне провезут отобранная мною гитара я вам продемонстрирую вот так из жизни русской профессуры из жизни докторов наук истории вам без цензуры расскажет рокер валащу